Что ж, в этом эпизоде я приведу один из доказательств того, что Коран — это книга Аллаха. И что Мухаммад, мир ему и богословение, — посланник Аллаха. И я приведу их извне Корана и Ислама. Что думаешь? Первое свидетельство — это изречение Всевышнего Аллаха. Он сказал, «Потом он обратился к небу, которое было дымом». И здесь говорится «дым». И это подтверждает, что происхождение этой вселенной было из чего-то похожего на дым, а не озеро с водой, как считалось во всех философиях и религиях времен пророка Мухаммада, мир ему. Каждый полагал, что источником Вселенной является вода. Но Коран пришел в этой среде и подтвердил, что основа пространства Вселенной — это дым, а не вода. И аксиома современной науки астрономии говорит, что это уплотнение дыма, и это на сегодняшний день не вызывает споров среди ученых. Во-вторых, слова Всевышнего Аллаха. Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы расширяем его. И здесь говорится, что небо — это сооружение или строение, а не пустота, как это может подумать смотрящий. И то, что удивительно, что Нобелевская премия по физике 2017 года доказала, что гравитационные волны движутся по ткани пространства-времени. Пространство-время — это переплетение пространства и времени. И они вместе образуют ткань. Гравитационные волны движутся по этой ткани. И небеса буквально воздвигнуты или построены. В-третьих, и воистину мы расширяем его. Мы воздвигли небо благодаря нашему могуществу, и мы расширяем его. И небо, братья, со временем расширяется. Этот факт никто не мог представить себе даже во времена Эйнштейна. Но сам Эйнштейн утверждал, что небо статично, то есть застывшее, а не расширяется. Затем, в 1929 году было обнаружено, что небо расширяется. И это является аксиомой современной науки. После этого открытия Эйнштейн признал, что его настойчивое утверждение, что небо статично и не расширяется, было величайшей научной ошибкой, которую он сделал в своей жизни. И за 1400 лет до Эйнштейна Коран сказал, что небо расширяется. Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы расширяем его. В-четвертых, слова Всевышнего Аллаха. Клянусь ранним утром, когда она дышит. Вы должны знать, братья, утром солнце нагревает поверхность земли. Следовательно, воздух соприкасается с ней и также нагревается. И затем он движется вверх и заменяется воздухом с верхних слоев. Как будто утром земля подобна огромному легкому, которая вытесняет воздух при соприкосновении с ней. И этот воздух заменяется другим, более холодным воздухом. Клянусь утром, когда она дышит. Пятое. Слова Всевышнего Аллаха. Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Затем мы стерли знак ночи, а знамение дня сделали видимым. Знак ночи — луна, а знак дня — солнце. Знак ночи был стерт, а знак дня остался видимым. Разве луна была огненной массой, и затем она была стерта? Да. Теперь это одно из величайших научных фактов, обнаруженных о луне. Луна действительно была огненной массой. НАСА опубликовало на своем официальном сайте видео под названием «Эволюция луны», в котором рассматривается этот научный вопрос. И да, луна действительно была огненной массой, а затем ее свет со временем исчез. Шестое. Мухаммад, мир ему и богословение Аллаха. Это тот, о ком Аллах сказал Мусе. Он сказал, «Я отправлю для них пророка, подобного тебе, из числа их братьев». Второзаконие 18.18. Пророк, подобный тебе, Моисей, выйдет из среды братьев детей Израиля. И братья сынов Израиля — это арабы, сыновья Исмаиля. Из братьев сынов Израиля, то есть из сыновей Исмаиля, придет пророк и будет подобен тебе, Моисей. И ни один пророк не пришел из сыновей Исмаиля, кроме пророка Мухаммада, мир ему и богословения. Если это пророчество не было Мухаммаде, мир ему, то это значит, оно не случилось до сих пор. Мухаммад, мир ему, был подобен Моисею, и оба они были воинами, муджахидами на пути Аллаха. И оба они призывали людей к единобожию, и они оба пострадали в замиссию Аллаха. Мы отправили к вам посланника, свидетелям против вас, подобно тому, как отправили посланника фараону. Мухаммад, мир ему и богословение, был подобен Моисею, мир ему. Я отправлю для них пророка, подобного тебе, из числа их братьев. Второй законе 18.18. И кто не последует за этим пророком, тот будет привлечен к ответственности. И кто не послушает слов Моих, и Он будет говорить от Моего имени, Я потребую это от Него. Второй законе 18.19. Таким образом, согласно тексту Торы, каждый человек обязан следовать за пророком, который происходит из сыновей Исмаиля, мир ему и богословение Аллаха. Седьмое. Аллах, свят он и велик обрадовав, сообщил пророку Аш-Айя, Исайе, о пророке Мухаммаде, мир ему и богословение. Он сказал ему, «Вот мой слуга, мой избранный, которого поддерживаю я, и которому благоволю. В него я дух вселяю мой, судить он будет справедливо». И этот пророк возвысит голос Азана. «Города и пустыни, поля Кидара, восхваляйте Господа, воспевайте Господа, живущие в село, пойте с вершин ваших гор». Исайя 42.11. И возвысится голос Азана в домах Кидара. И нет никаких сомнений в том, что Кидар — это сын Исмаиля, мир ему и богословение Аллаха. Кидар — это дед Аднана и дедушка Курайшитов. И у Курайшитов прославляли только ислам. И голос Азана не возвысился у них, кроме как с приходом Мухаммада, мир ему и богословение Аллаха. «Поля Кидары, восхваляйте Господа, воспевайте Господа, жители села». Где находится села? Села находится в Медине, в 500 метрах от мечети пророка. Есть много хадисов, в которых упоминается села. Это достоверные хадисы пророка. Села — это известная гора в Медине до сегодняшнего дня. Грядущий пророк возвысит голос Азана в Мекке и в Медине. Так кто же он такой? Кто же он? Восьмое. Пророк Якуб, или Яков, мир ему, рассказал своим сыновьям о пророке Мухаммаде, мир ему. И это произошло в его завещании перед его смертью. Он сказал, «Не отойдет скипетр от Иуды, значит правление не уйдет от иудеев, и на семье его всегда будет знак владычества, то есть закон не отступит от них до того, как придет Шилон. Значит, пока не придет истинный примиритель, которому станут повиноваться и служить народы». И Шилон, значит, снявший кандалы, который избавит их от времени и оков, которые были на них. Кандалы суровых законодательных положений, которые были наложены на детей Израиля за их проступки. Сказал Всевышний Аллах, который последует за посланником, неграмотным, то есть не умеющим считать и писать, пророком, запись о котором они найдут в Тавроте, Торе и Инджиле в Евангелии. Каково описание этого пророка? Продолжим аят. «Он освободит их от бремени и оков, которые были на них». Значит, Коран говорит нам, что описание пророка, мир ему и богословение, находится в их книге Торе, как тот, кто снимает оковы. «Не отойдет скипетр от Иуды, и на семье его всегда будет знак владычества, пока не придет Шилон, ему будет послушание народов». Бытие 49.10. Значит, народы будут повиноваться ему, и он будет воинственным пророком. «Этот пророк, его народом будут завоеваны много земель». Его послание распространилось на востоке и западе в течение одного поколения. А в девятых, Аллах, Святой и Велик, сказал пророку Агею о пришествии пророка Мухаммада, мир ему. И он даже сообщил ему имя Мухаммад, и он сказал, «Я потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». Агей 2.7. И слово «желаемый» на иврите означает «достойный похвалы», то есть «восхваленный». И это значение имени Мухаммад, то есть его перевод. «И придет желаемый всеми народами», то есть «придет восхваленный всеми народами». Все народы здесь на иврите означают «из неграмотных». Итак, правильное прочтение текста Агей на иврите «и придет восхваленный» значит Мухаммад из неграмотных. И это значение аята, который последует за посланником неграмотным, то есть не умеющим читать и писать, пророком, запись о котором они найдут в Торе и Евангелии. В десятых, пророк Даниэль, Данил, мир ему, предсказал время появления пророка Мухаммада, мир ему. Данил, мир ему, увидел в своем видении четыре последовательных империи, которые будут править землей. Вавилонская империя, Персидская империя, империя Александра Великого и Римская империя. И после этих четырех империй придут святые Всевышнего, которые будут бороться с седлопоклонством. И чтобы узнать время появления святых Всевышнего, чтобы узнать время появления этого народа, до этого в Четвертой Римской империи появится человек, чьи качества и деяния будут соответствовать Константину Великому. И его нечестие и притеснения будут продолжаться на земле в течение трех с половиной столетий. И по прошествии этого периода появится Сын Человеческий, нация которого будет править четырьмя империями, и который вернет единобожие на землю, то есть монотеизм. Значит, сначала будут четыре империи, которые будут править один за другим. Значит, во время Четвертого Римского царствования появится человек, и описание этого человека соответствует Константину Великому. И через три с половиной столетия после Константина Великого появится Сын Человеческий, народ которого завоюет все эти империи. И, конечно же, братья, этот текст из книги Данила. И спустя три с половиной столетия после Константина появился ислам, и он завоевал Вавилон, Персию и Левантом, три империи. Не только это, но еще Данил предсказал, что этот народ будет править землей Константина, будет править Четвертым царством, царством Константина Великого. И это Константинополь, ныне Стамбул. Потом примут царствование Святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Данил 7.18. Может ли исследователь, познавший все эти чудеса и предсказания, ожидать другого человека, кроме Мухаммада, мир ему? Может ли он действительно ожидать чего-то большего в этой Вселенной, чем подчинение Аллаху Святому Вели, исследование его пророку Мухаммаду, мир ему? «Клянусь Аллахом, это величайшая обязанность и права, которые люди обязаны сделать». Одиннадцатое свидетельство. Священный Дом Кааба, который будет тыблей этой нации, который будет освящен Единобожьим. Пророк Исаия предсказал это, сказав, «И слава Господа будет над тобою сиять. Земля еще не покрыта тьмою, то есть тьмой неверья, но восеет над тобой Господь, и слава Его над тобою взойдет. Все богатства народов заморские, все богатства придут к тебе, все овцы Кидара будут собраны к тебе, и овны невоевские послужат тебе, и я прославлю Дом Славы Моей». Овцы Кидара. Кидар, как мы уже упоминали, является сыном Исмаиля и дедом Курайшитов. Овцы Кидара, значит, овцы племени Курайш. Разве овцы Кидара разводятся и забиваются, кроме как для священной Каабы в Мекке? Все овцы Кидара будут собраны к тебе, жертвоприношения Кидара не приносятся ни одному дому, кроме священной Каабы в Мекке. Все овцы Кидара будут собраны к тебе, и бараны Наваеофа будут преподнесены тебе. Наваеоф, братья, является также сыном Исмаиля, его старший сын. Таким образом, арабских овец не приносят ни в один дом, кроме священной Каабы. Это были некоторые доказательства, которые я хотел упомянуть в этом эпизоде. И я советую вам, дорогим зрителям, прочитать книгу «Мохаммед в книгах иудеев и христиан». И автор этой книги – бывший священник Абдуль-Ахад Дауд. Ссылка на эту книгу в описании видео. «Клянусь Аллахом, если вы хотите правды, вам хватит одного аята. Но если вы не хотите правды, клянусь Аллахом, вам не хватит миллиона аятов и доказательств и чудес». Сказал Всевышний Аллах. Какое бы знамение они не увидели, они все равно не уверуют в Него. Я прошу Аллаха, чтобы Он нас сделал из тех, которые прислушиваются к словам, и следуют наилучшим из них. Которые прислушиваются к словам, и следуют наилучшим из них – это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Я благодарю вас за то, что вы внимательно слушали нас. Да вознаградит вас Аллах. Мир вам.